Сейчас у нас будет работа по фиксации большого пальца. Для этого мы будем создавать платформу. Хорошенько протягивайте, у вас здесь не получилось жесткость. Вот смотрите, кулак плотно, вот пальцем, и здесь проверьте. Есть разница? А сейчас мы еще вторую сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok К разговору о голых кулаках дерутся вот эта лига. Помните, где лобов за товарищи? Тейпирует, знаете как? Тейпирует все делать только без подушки. Только без подушки, и там не правило ни одного дюйма, а по сути трех дюймов. То есть они закрывают только пясно-запясно этот отдел, и, соответственно, сверху закрывают еще боксерским бинтом. Все. Вот оно, идеальное, вот то, что мне нужно в перчатках. Вот здесь, кому интересно, по-первых, это номер один по колодке для меня лично. Эталонный конский волос получается только пока у Клитто Рейес и у Дидас, кстати, получились. У Гранта хорошие получались, у Виннинг тоже получались. У вас очень классные, потому что здесь правильно подобрана кожа. Знаете, как они, походу, решили это? Сделали кожу потолще. Вот, например, мне самый покойный Альберто Рейес, я у него был дома, и у него были листы, в подвале у него там были листы, короче говоря. Он мне придавал вот эти листы кожи, мы с ним растягивали их и отпускали. Он говорит, вот в чем прикол нашей марки. У него кожа вот тончайшая, лаковая кожа. А здесь пошли по-другому. Они взяли крутейшую кожу, она толще, покрыта хорошим лаком, но она держит форму, вот в чем дело. То есть это большая проблема, сшить здесь тонкой кожей, с конским волосом что-то пробилось. Нет, конский волос 100%. Прикольно. Мне очень нравится записи, как хорошо. Да нет, это тренировочные перчатки 16-40, но было интересно, как с тейпом будет. Кто-нибудь хочет попробовать? Проводьте с тейпом. Ну что, побили, потестировали. Попались в руки нам и Adidas тренировочные перчатки из новой модели. Очень понравилось, потому что до этого я пробовал их без тейпа. Сейчас попробовал в тейпе и все прекрасно село. Причем подушка достаточно была большая. Вот коллега мне сделал тейп. Могу сказать, что в своем, наверное, ценовом диапазоне это однозначно лидер. Потому что если бы ценник был бы, конечно, немного повыше, то был бы у меня большой скепсис. Скепсис, наверное, скорее всего, то, что много альтернатив других. Но на самом деле в этом ценовом диапазоне, наверное, на сегодняшний день это номер один. Потому что сложно сказать, что можно еще в районе 10-11 тысяч подобрать именно по такому качеству и по такому классу. Перчатки вполне позволяют работать в спаррингах. Хорошо сжимаются. Ну и главное, есть пространство для большой подушки, если кто захочет сделать тренировочный тейп. Что на сегодняшний день актуально для профессионалов и не только. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!